Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что соединился. Так, девчоночки, что я сейчас делаю? Я делаю для своих мальчишек всякие фрукты. Ну, муж у меня так берет фрукты и овощи, киви, а сын нет, его днем с огнем не заставишь. И вот я делаю. Сегодня у меня груша, вот, потом у меня сегодня этот киви и лимончик. Так, сейчас я вам покажу. Вот, чуть-чуть лимон, лимонный сок тоже добавила. Сейчас я еще сюда, девчоночки, наверное, я сюда еще залью кое-что. Я даю еще сок калины. Немножко надо, потому что то, что есть в калине, нету нигде. Ну, и заодно отвечу, как уже, знаете, вот видите, вот сок калины, чтобы не сильно было, вот он аж тянется у меня. Ммм, какая прелесть. Еще может быть ложечку, ну, чтобы не сильно горько было все-таки. Подоростки, они такие мальчишки, не сильно любят, что невкусно, сразу потом начинают плеваться. А ведь надо. Вот так вот, видите, ваш ребенок это то, что вы ему даете. Потом не рассказывайте, что он у вас болеет. Вот я даю каждый день. Вы же видите, это у меня как лекарство. Вот вы даете лекарство. Вот спросила сегодня, у меня девочка одна, Ариша, заболела. А что вы даете? Нурофен. Боже, если вы видели, какой состав у этого нурофена. Ну, кошмар. Что будет болеть? Вот что нужно давать для профилактики. Постоянно, постоянно. Потому что, когда уже ребенок заболеет, уже давай, не давай, вы только облегчаете. А кушать, когда ребенок болеет, сильно нельзя, потому что, ну, нельзя сильно перекармливать ребенка, когда он болеет. А сейчас вот. И вот сейчас я всегда даю, вечерком есть время, я ему даю, он кушает. Здесь у меня всего полно. Вот я полила, получилось, видите, красным калиночкой своей. У меня вот так вот по баночкам разложена она с сахаром. И все, дает сок хорошо. И потом этот сок я распределяю везде. А вопрос у меня был про лишай. Женщина написала, я не буду, естественно, называть имени, фамилию и ник. Не буду называть. Потому что попросила не называть, но ответить. Будет как раз всем интересно. Потому что сказали у меня, ну, у меня мама вообще врач-дерматолог. Ну, и попросили, какие методы только не медикаментозные. Ну, вот так вот. Чем можно помочь, но не прибегая там к антибиотикам, к сильным. Этим не химические. Вот. Значит, написала мне, что были у бабушки в гостях, гостили. И мальчик играл там с домашними животными. И старалась хоть его мама ограничивать контакты с кошками, собаками. Следила за чистотой рук. Он все же умудрился заразиться лишаем. Наверное, сильно следили. На ногах сына стали появляться шелушащиеся пятна. В общем, запаниковала. Хотела ехать обратно. Ну, в общем, начали. Я вам вот что скажу. Возьмите 200 грамм спирта. Положите в него 50 грамм прополиса. Вот этот первый рецепт. Настаивайте в течение недели. А потом храните в темном прохладном месте. При необходимости этим лекарством смазывайте больные места. Это очень действенное средство. Но есть еще и другие действенные средства против лишаев. Я сейчас вам скажу. Вот самое доступное простое лечение – это смазывание пораженных участков кожи обычным йодом. Эффект не заставит себя долго ждать, если вы применяли меры сразу после болезни. Если болезнь не успела сильно распространиться. Следующее. Очень хорошо помогает темный изюм без косточек. Темный изюм без косточек. Нужно разрезать ягодки пополам и натирать ими пораженные участки кожи. И кожу вокруг них. Дело в том, что в изюме имеются вещества, которые убивают грибков-паразитов. При этом они совсем безвредны. Но только потом это место нужно, лечь нужно на солнышко, чтобы солнышко пригрывало. И это совсем безвредно для человека. Вот это самая лучшая ягода, ягода изюма. Очень быстро убивает грибков. Грибки-паразиты. Дальше. Достаточно эффективно при лечении лишая клюква. Вот если клюква у вас есть. Ее можно легко достать, там купить в магазине, в супермаркетах, валом ее. На рынке бывает. Вот соком этой ягоды натирают пораженные лишаем места. И вот чем чаще это делать, тем скорее будет виден результат. Есть несколько видов, кстати, лишая. Вот мне мама сказала, к сожалению, вот вы не уточнили, какой был у вас лишай. Но есть общие необходимые меры при лишае. Это больной на время, конечно, нуждается в изоляции и проведении своевременного лечения. Нельзя принимать ванну. Ни в коем случае. А лишь душ слегка. Лучше вообще избегать сильных прямых солнечных лучей и обильного потоотделения. Но чуть-чуть солнышка после того, как намазали изюмом, надо чуть-чуть. Ну, чтобы подсохло это место. И не трогать, не смывать изюм. Вот и все. А я вас всех люблю. Целую. Не болейте. Ваша Катя. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова